Лукашенко играет в Ардагана. Германию становится жаль. Романс Комаруха в военном обозрении за 10 ноября 2021 года. Интересно получилось. Закрытие границы пульской пограничной стражей, танки, бронемашины, военные и все почему? А потому что они идут. И эти они это отнюдь не русские, которыми модно пугать последнее время, это выходцы из Азии. И они идут и идут в Германию. Да, к сожалению для немцев, Германия с ее социальной системой стала эдаким раем, обетованным для бездельников и лоботрясов, не желающих работать. И они, эти бездельники, всеми силами пытаются туда попасть. Нигде в СМИ у меня не получилось найти упоминание о том, что эти люди хотят попасть в Германию, потому что там много высокооплачиваемой работы. Есть только насчет того, что все они мечтают получить статус беженца. И все. А действительно, чего еще можно желать? Статус беженца это так прекрасно, особенно в Германии с их пособиями и выплатами. То есть, в головах все тех же убежавших, например из-за рака, одна мысль. Статус беженца, пособия, работать не надо. Ну чем не рай? Надо заметить отчасти выстраданный, но об этом чуть ниже. Именно поэтому и бегут за райскими удовольствиями в виде совершенно халявной и вкусной жизни. В Германию скандировали из толпы на белорусско-польской границе. А поляки не оценили. Видимо, по вредности врожденные решили, что до Германии путь не близкий и кто-то может и остаться. Учитывая, как к этому вопросу относятся в Польше изначально, то такие действия совершенно неудивительны. В 2015 году, когда Европу начали завоевывать первые легионы убежавших, еще тогда Польша заняла очень жесткую позицию. Примерно как США. Нам этого не надо. Совсем не надо. И кстати, поляки оказались совершенно правы. И с огромным удовольствием, набрав попкорна, наблюдали за тем, как остальную Европу ставили в неудобную и унизительную позу приезжие. Убежавшие, так сказать. Евросоюз замстил, здорово ударив Польшу по карману в плане финансирования национальных проектов, точнее резкого его сокращения. Но вот тут поляки точно только посмеялись, поскольку уже стало понятно, не прогадали. В Германии, Австрии, Дании, Бельгии и других странах происходило совершенное безобразие в исполнении арабов и персов. Европейцы начали прозревать и понимать, что политика открытых дверей постепенно приведет к тому, что даже эти самые двери унесут и продадут на рынке. Нет рынка, организуют. Это на Востоке умеют. И границы начали закрывать. Кстати, британцы тоже весьма неплохо отсиделись за своим проливом. И вот теперь в Европе сидят и мучительно думают, что делать. Кто виноват, это мы чуть ниже разберем. А действительно, делать-то что-то надо. Вот в свое время Брюссель не дал денег на строительство стены. А теперь мигранты штурмуют эти проволочные заграждения. И там далеко не пенсионеры идут на штурм. Нет. 30-летние. Им бы работать на благо. А они о халявной соске мечтают. Нас теперь ожидает весьма увлекательный сериал на тему того, как польская пограничная стража и польская армия будут отбивать атаки желающих приобщиться к европейским ценностям. Слезоточивые перцовые газы уже были. Резиновые пули и холостые выстрелы тоже. Дело за малым. Удачи, как говорится, в боевой и политической подготовке. Вообще в Брюсселе надо всем очень хорошо подумать. И на основе дум сделать выводы и принять решение. Польша – это теперь отдельный вопрос. А вот как так произошло, что вся Европа проморгала момент, когда Лукашенко решил поиграть в Артагана? Действительно, то, что делает Беларусь, очень похоже на то давление, которое оказывала на Евросоюз Турция в недалеком прошлом. Можно делать самые различные предположения и выводы о том, почему Беларусь вдруг запустила конвейер по переброске мигрантов из того же Ирака в Европу. С одной стороны, страна небогатая. Надо выживать в условиях кризиса. Так что заработок на визах, билетах, гостиницах и хостелах – это очень приличное подспорье для Белави, попавшей под разные запреты на Западе, в том числе и на прямые рейсы из Ирака. Ничего никто не унывает, летают с пересадками. Есть информация, что Белави запустила аж три дополнительных рейса из иракских аэропортов Басра и Эрбиль. И есть информация, что билеты на рейсы раскоплены до конца года. Ну вот такая информация интернетная. Как видите, не дешевое дело полететь в Минск из Ирака, но это только малая часть. Немецкая волна провела свое расследование и на этой неделе его опубликовала. Получилось познавательно. По данным, которые сообщил сотрудникам Deutsche Welle сотрудник туристического бюро в Багдаде, чтобы оказаться в Европе через Минск, необходимо иметь на кармане сумму от 12 до 15 тысяч евро. Это стоимость визы, перелет в Минск и самая дорогая – переправка контрабандными путями автомобилем в Европу. В Европе, кстати, стали принимать меры по ограничению белорусского бизнеса на мигрантах. А запретили прямые рейсы из Ирака в Минск. Это никого не остановило. Самолеты как летали, так и летают. Просто стали делать пересадки в Турции, Ливане, Украине или Арабских Эмиратах. Перестали принимать белорусские визы, выданные в Ираке. Но тоже временная мера визы начала выдавать дипломатическое представительство в Анкаре. В общем, вся эта борьба пока не в пользу Европы. Но это логично. Европейцам невозможно тягаться в хитроумии и изворотливости с республикой, чей травовый флот снабжает креветками и семгой всю Россию. Про яблоки уже молчим. Так что люди, которые всеми силами покупают визы и билеты, как-то язык не поворачивается назвать их беженцами. Скорее это расчетливые инвесторы, которые вкладывают деньги в свое будущее. К слову, мы все видели настоящих беженцев из Донбасса. Это были люди, которых вывозили в чем есть и в лучшем случае с парой сумок. Вот это были беженцы. И они не кричали на углах о пособиях. Они не хотели дармовщины. Они готовы были ехать и ехали в любой регион, где можно было жить и работать. Вот что такое беженец. А готовые заплатить 15 тысяч евро, или как некоторые господа из Донецка приезжали кортежами и скупали в России недвижимость. Вот это все не совсем и беженцы. Учитывая, что на видео с белорусской границей не особенно мелькали старики и женщины, надо отметить и то, что в толпе было фактически большинство крепких людей мужского пола 30-40 лет, активных и горластых, и ничуть не изможденных. Я бы на месте поляков тоже сделал не самые оптимистичные выводы насчет этих убежавших. Если говорить о цифрах, то с начала сентября польские пограничники зафиксировали 11 300 попыток нелегального проникновения на территорию страны. За год цифра еще больше, более 23 тысяч. Немецкая погранслужба фиксирует 7 300 попыток проникновения в страну по маршруту Беларусь-Польша. К концу года намечается нездоровое оживление. В Германию в сентябре проникло 2500 человек, в октябре уже 4900. Обострение связывает с внесением, с весенним заявлением Лукашенко о том, что власти Беларуси не будут больше задерживать мигрантов, которые хотят попасть в Европу. В принципе логично. Если бы эти толпы хотели осесть в Беларуси, то да, повод для беспокойства. Или в России, но не Россия, не Беларусь для беженцев из Ирака не привлекательны. У нас очень сложно получить статус беженца. Да и содержать убежавших у нас как-то не принято. Принять, дать возможность жить и работать, это да. Но ведь всем этим убежавшим нужно совершенно другое. Пособие, бесплатное жилье и возможность неплохо так жить в свое удовольствие. А это, если могут где-то предоставить, то точно не в России. Потому Германия. Признаться немцев жаль. Нет, не команду Меркель, которая устроила все это и открыла двери в Европу в целом и Германию в частности. Команде и ее руководителю госпоже Меркель надо ставить памятник в виде гордо шествующих лиц восточной внешности и коленопреклоненных немцев. От благодарной Германии, которой несколько десятков тысяч нахлебников содержать очень, конечно, приятно. Я об обычных немцев, которые, скорее всего, и знать не знают, где этот Ирак находится. Которые вынуждены терпеть и содержать сотни тысяч этих убежавших в Германию, совершенно непонятно почему. Да, если бы немцы были хоть чуть причастны к тому, что происходит в Ираке, но нет. Если вспомнить, чего все начиналось, так это была коалиция 49 стран, которые решили растоптать Ирак. Там, как мы все помним, должно было быть оружие массового поражения, которое искали, но не нашли, зато превратили страну в адский котел, где до сих пор творится безумие. В итоге основная цель была достигнута. Режим Саддама Хусейна был свергнут, сам он повешен. Оружие массового поражения и доказательств связи с международным терроризмом не нашли. Но, собственно, не для того все затевалось. Если быть справедливыми, то разнесшая в клочья страну коалиция 49 и должна принимать и обихаживать беженцев из Ирака. Это было бы справедливо. Кстати, а кто и сколько солдат отправил в Ирак? Любопытно, не так ли? США 153 тысячи, Великобритания 8800, Южная Корея 3600, Италия 3100, Грузия 2000, Польша 1700, Украина 1700, Испания 1300, Нидерланды 1300, Румыния 830, Япония 550, Дания 500. Вот в соответствии с этими цифрами и надо было бы распределять кого-то на беженцев. Весь список можно найти в интернете без проблем. Нас же из него интересуют ТОП и Германия. Да, а как же Германия? А вот никак. Меркель красиво отмазала всю страну и Германия не послала в Ирак ни одного солдата, ссылаясь на историческое прошлое и полное нежелание воевать. Красивый был ход в 2003 году, ничего не скажешь. Внимание, вопрос. А почему Германия должна принимать эти тысячи желающих жить на халяву? Почему не все те, кто реально обрушил Ирак? Как по мне, беженцы должны плыть не в Германию, а в США. Конечно, Атлантику переплыть это непросто. Но, как показывает практика, убежавшие нормально так покупают себе билеты и летают самолетами Белави без каких-либо проблем. Но США за океаном, Великобритания за проливом. Остальные, типа Грузии, Польши и Украины, молчат в тряпочку. А тоже могли бы и принять несчастных. Однако поляки реально делать этого не желают. Зато со скрипом, но пока выполняют роль счета для Германии. Однако то, что делает Лукашенко, не оставляет им шансов. И дело даже не в том, что именно Лукашенко организовал этот поток. Нет. Не заработал бы на этом лидер Беларуси. Заработал бы, например, лидер Украины. Или еще какой-либо страны близкой к Германии, желающей срубить деньжат. Лукашенко сменил Эрдогана на посту главного поставщика на хлебников в Европу. Что ж, случается и такое. Посмотрим, кто будет следующим. Говорить о какой-то там справедливости, одобрять или не одобрять происходящее, вот точно, не стоит. Ирак разнесли одни, платят сегодня за это другие, помогают третьи. Совершенно не злорадствуя, хочется заметить, что все-таки нам повезло. И мы не стоим в приоритете у этой саранчи. Нам тут своих приехавших хватает. А простых немцев реально жаль. Они по большому счету не заслужили такого. Но нам остается только смотреть, как поляки станут щитом для Европы. Помните, одна страна уже тянула на себя это гордое и хорошо оплачиваемое звание. И что в итоге? Думаю, что в нашем случае все будет точно так же. Роман с Комарохов специально для военного обозрения. Лукашенко играет в Эрдогана. Германию становится жаль.